Всех приветствую! В данном видеоролике вы увидите очередное видео, посвященное шаберу. А если быть точнее, то шаберной пластине. Это будет скорее всего крайнее видео, посвященное пластине. Но так как тема заточки пластин не раскрыта, пока я не провел испытания с разными заточками, я не могу на этом остановиться и должен провести испытания шаберной пластины. Для того, чтобы наиболее полно раскрыть эту тему и произвести точные испытания, которым можно доверять на стойкость пластины, возьму новую нераспакованную пластинку. Вот так она красавица выглядит. Кто не в курсе и первый раз смотрит подобное видео, это твердый сплав ВК6ОМ. Пластина применяется для шабрения, соскабливания микроскопических слоев металла с чугуна. И по поверочным плоскостям и линиям, линейкам можно с помощью нее добиться очень высокоточного прилегания двух плоскостей одна друг к другу. Делается это по пятнам краски. Я же в данном видео буду просто соскабливать чугун. Возьму одну пластину. У меня их в принципе несколько есть. Но возьму одну, чтобы исключить момент разной структуры этого твердого сплава. Потому что я читал на форумах, что иной ВК6ОМ лучше другого. По мне так все они одинаковые. Вот она пластинка со знаком качества. Что я хочу сделать? Как провести испытания? Здесь есть эталонные заточенные грани. Это заводская заточка. Вот видно, что они полукруглые. Здесь не заточено. Здесь есть грани, но они не доведены. Имеют такую весьма грубую поверхность. Хотя здесь вот она хорошая, не грубая. Но здесь они ровные. Хочу заточить одну грань на обычном алмазе с зернистостью около 100. Это довольно крупная зернистость. И считается, что так очень быстро садится этот твердосплав. Садится об чугун. Потом заточу одну грань, доведу на тонком алмазном диске. Купил в Китае такой диск. У него зернистость гораздо мельче. Около 10. Если сравнивать с той зернистостью. Там около 100, тут около 10. А по такой обычной классификации, которая сейчас применяется, это 1200 грит. То есть как наждачки мелкие, так вот этот диск тоже соотносится как 1200 грит. И третье испытание будет эталонное. Именно заводской заточкой. Сейчас я заточу и мы приступим. Итак, друзья, все у меня уже готово. Будем приступать к испытаниям. Первым испытаю заточку вот этим алмазным диском. Здесь, как видите, нет бумажки. Но зернистость здесь весьма высокая. Даже видно на глаз. В среднем у этих дисков около 100 микрон размер зерна. Будем от этого и отталкиваться. Буду просто поролонкой намазывать краску тонким слоем. Просто чтобы видеть слои и снимать слои металла. Как положено при шабрении под углом. Чтобы риски пересекались. Из опыта уже скажу, Я уже много шабрил и такой заточкой. Единственное, что не получилось пока заводской шабрить, для меня это пока еще неизвестность. Потому что я сразу ее запорол на каленой станине. И поработать мне не удалось. Но по разному чугуну дело идет по-разному. И тупица по-разному. Так же, как и под разным углом. Под таким углом градусов 45, может чуть меньше. Тупица гораздо дольше. Под таким углом, когда нужно срезать верхушки, выравнивать поверхность, делать более гладкую. Тупица гораздо значительно быстрее. Это все лирика. Будем приступать. Для ровного счета, чтобы удобнее было ориентироваться, время поставлю вот так. Сейчас по секундной стрелке дойдет. Мы будем испытывать шабера. Установил. Удобно очень, чтобы ничего не шаталось, не болталось. Подложил доску, чтобы было как можно удобнее. Ну все, будем приступать к делу. Решил собирать металл. Конечно, весь я не соберу. Ну хотя бы часть. И можно будет сравнить в конце, сколько какого металла стерлось с помощью той или иной заточки. Так, натираем следующий раз. И вперед той же самой стороной. Уже проблеск есть, но еще острая даже визуально. Три раза есть. Пластинка все еще очень острая. Я уже устала, пластинка все еще режет. Четыре слоя. Размер поверхности 30 на 20. 300 на 200. Уже чувствуется, что не так остро. Но все равно очень хорошо режет еще. Так, ну уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь проходов было. Шабер уже... То есть его пластина имеет небольшие следы износа. Небольшой отблеск такой характерный. Но еще режет пока. Значит едем дальше. Шабрик нормально. Чугун не дерет. Тест можно считать законченным. Именно этой заточки. Сейчас будем приступать к следующей. Как я закончил тест? Где-то на середине уже пластина начала такое ощущение, что драть гораздо грубее. Вот здесь можно заметить. В конце так вообще очень грубая поверхность. В то время как здесь еще до сих пор везде гладкая. Поэтому мы и будем ориентироваться, когда пластина начинает драть металл. Сейчас я немного отдохну. И мы приступим к испытанию уже заточенной на мелком алмазе пластины. Время работы этой пластины примерно... Пусть будет 25 минут, грубо говоря. 25 минут. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять проходов. Грубый алмаз. Убираем этот листик. Надо высыпать весь оставшийся металл. Получилось чистить примерно на вскидку грамм 15 металла. Хотя можно взвесить на весах и узнать точно. Теперь будем шабрить пластиной, заточенной с другой стороны. Заточенной вот этим алмазным китайским диском. Зернистостью 1200 грит. Для этого пластину переверну, чтобы ориентироваться. Чтобы вот этот болт был всегда вверху, чтобы не перепутать. И буду шабрить этой стороной. Все точно так же. Посмотрим, насколько лучше будет вот эта мелкая заточка себя вести. Итак, погнали. Конечно, сразу чувствуется что пластина заточена хорошо. Та сторона уже, естественно, подсела. Меньше усилия нужно прилагать. Один слой есть. Ставим шерточку. Ощущения примерно те же самые, что и при шабрении той пластины. Сильно, то есть как-то кардинально ничего не поменялось. Еще одна зарубка. Уже получается 1,2,3,4,5,6,7,8,9 слоев. Снято 9 слоев, но какого-то заметного износа пластины пока что я не наблюдаю. Это естественно. Такая заточка естественно должна дольше стоять. Но вот насколько дольше? Мы это проверим сегодня. Пока что трет как новое. Пройдено 15 раз. Заточка пока еще не приблизилась. Не похоже пока затупление, как на обратной стороне с грубым кругом. Пока что еще получше. Но есть отчетливо видимый отблеск. Уже приближается. Я думаю, до 20 дотянет. А там посмотрим. Все, ребята. Отблеск на двух сторонах примерно одинаковый. Опять же пластина начала уже больше не резать, а драть. Дерет она весьма эффективно. В принципе. Металл она снимать продолжает не хило. Но усилие требуется гораздо больше. И насечка поперечная немного больше. Даже как немного. Намного больше, чем в начале. На этом я обычно и основываюсь. Бывают еще выкрашиваются кусочки твердого сплава. Тогда начинает вообще сильно драть. Как напильником такие полосы получаются. Но это не про нашу тему. Ну а здесь на отблеск визуально примерно одинаковая полоса с твертостей. Поэтому решил остановиться. Получилось. Я еще даже черточку не поставил. Если посчитать все эти палочки. Здесь 9. Здесь 10-19 зарубок. И вот столько чугуна я наточил. Еще нужно собрать остатки. Вот это вот ссыпать. Ну а по времени в 3 часа я начинал. Сейчас, смотрите, почти 45 минут. Будем считать 43 минуты. Запишу на бумагу. 43. Ну и теперь до 4 отдохну. А потом проведу последнее испытание. Уже заводскую заточку. Посмотрим, сколько же выдержит она. Очень интересно, между прочим. Итак, ребята, пришло время испытать заводскую заточку. Для этого переверну пластину на соответствующую грань. Заводская заточка находится сбоку. Правда она немножко шире. Я думаю, это сильно не повлияет, потому что я шабрю в основном вершиной. Полностью всю ширину заточки я не использую. Значит пишем. Пишем завод. Заводская заточка. Осталось только намазать. Время уже пошло. Мы здесь в основном ориентируемся, по слоям. Нам важно знать лишь приблизительное время. Все, поехали. Прошло уже 20 проходов. Я вижу, что небольшой износ на пластине уже есть. Но он пока еще меньше, нежели на двух других заточках. Хотя вот если сравнивать с той, которая на мелком алмазе заточена, то примерно точно так же. Сейчас я посмотрю в микроскоп портативный, чтобы понять разницу. Микроскоп выглядит вот так. На самом деле уже видно затупление, но пока еще не дерет. Если сравнивать с новой стороной, она гораздо острее. Еще немножко пошабрю до того момента, когда будет драть. Потому что еще пока что весьма неплохо работает. Прошло уже вот опять те же 42-43 минуты. Не знаю, почему первый раз так долго был. Итак, ребята, испытания полностью проведены. И уже есть кое-какие результаты. Пластина визуально затупилась до состояния затупленности остальных сторон пластины, заточенных другими инструментами. В общем, что мы имеем с заводской пластины? Мы имеем вот такую кучу чугуна. Она явно больше двух остальных. Идет по возрастающей. Сначала грубый алмаз, потом вот этот китайский мелкий. Кстати, обратите внимание, показатели практически те же самые. Что и заводская заточка. Но заводская, естественно, побольше. Здесь пластина доведенная. Получается 54 минуты примерно можно было шабрить. И 26 зарубок я здесь. 26 раз я прошабрил вот эту пластину, пока не начало появляться грубое шабрение. Оно немного дерет. Правда, пока вдоль еще не выражено. Но вот поперек такие волны вполне ощутимы. Потому что она туповатая. Надо сильно на нее уже давить. И оно волнами прыгает. Невзирая на то, что под разным углом каждый раз шабришь. Ну и самое слабое, это грубая заточка на обычном алмазе. Хотя справедливости ради, обратите внимание, 25 минут. Ну 35 я там ошибся. Что-то как-то долго, видно, не размялся. 35 минут я шабрил и получилось 10 проходов. 10 проходов против 26. Заводской заточкой тоже, согласитесь, не так уж и плохо. Поверхность была нормальная. Все было в принципе нормально. Еще пару слов хочу сказать про этот камень. Вот мне писали там, что надо убирать засаленность, что надо вскрывать зерна. Ребята, все вскрывается само собой. Я не знаю, может на заводе там как-то особый режим обработки. Там оно может засаливается, может вскрывать надо или еще что-то. Оно может само не вскрывается, может очень плавно как-то инструмент подводится. Я не знаю, не могу судить откуда взялись все эти вещи. У меня ни один камень не засаливается. Я не могу понять вот почему. Но все прекрасно точится. И вот я точу когда шабер. Я его сейчас точу целиком. Потому что если отдельно пластинку, как я раньше показывал, беру отдельно пластинку, точу, она очень быстро нагревается. И много раз надо ее охлаждать. В воду ее окунать нельзя. Приходится так охлаждать долгий процесс. А так она охлаждается быстро. В шабер все тепло уходит. Шабер хоть и нагревается, но не сильно. Удается успеть заточить. Более того, я эту пластину, даже когда работаю, делаю что-то, я даже не затачиваю грубо. Когда одной пластиной шаблю, я сразу вот этим диском на 1200 грит китайским. Ссылку дам в описании, потому что по-любому будут спрашивать под этим видео, чтобы не отправлять, тысячу раз не показывать. Ссылку оставлю на него в описании. То есть он работает очень даже неплохо. Позволяет сделать... Здесь получилось, по-моему, 19 проходов. Да, 19 проходов получилось. Вот здесь 26. Заводская заточка. То есть всего лишь на 7 проходов меньше. Качество одинаковое. Я шабрил, пока не начиналась немножко грубо получаться поверхность. Еще в принципе так можно слегка, если сильно не давить, можно шабрить. Но вот количество снятого металла здесь как-то такое ощущение, что еще больше. То есть не в пропорции, а как-то больше снимает заводская заточка. Поначалу она даже вот мне не очень понравилась. Слишком видно острая. Как-то врезается слишком грубо. Шабрит. Потом проходов через пять, она уже помягче стала. И буквально до 23-24 проходов в одной паре работала. Вот такие вот интересные выводы. Все-таки очень интересно посмотреть, сколько же весит весь этот снятый материал с плиты. Начнем с самого легкого. Это первая заточка на грубом алмазе. Высыпаю на весы. Весы показывают 12 грамм. 12 грамм за 35 минут. Но это уже можно высыпать обратно. Пробуем следующее. Заточка на мелком алмазе. На мелком алмазе 1200 грит зернистость. Здесь масса чугуна 19 грамм за 43 минуты. Это дело можно уже высыпать в одну кучу. Самая большая масса это заводская заточка. Заводская заточка дает нам 25 грамм, 26 даже грамм чугуна за 54 минуты. Получается вся масса чугуна снятого 57 грамм. И достигнуто это за 2 часа 12 минут. Я здесь подсчитал уже. Та заготовка, вся эта прямоугольная плита, она весила 35 килограмм, по-моему, или около того. То есть получается, чтобы ее всю шабрить этими шаберами, нужно было... Ну тут где-то получается 30 грамм в час. 35 тысяч разделить на 30. Получится сколько часов? Сейчас я тут умножу. Получается 1166 часов. Нужно, чтобы шабрить шабером все это делать. Весь этот прямоугольник. Не знаю, есть, наверное, люди, которые столько работают, что может даже целый станок шабрили. В общем, речь в принципе не об этом. Но такие интересные данные. На этом, дорогие друзья, все. Кому было интересно, кому-то уверен и полезно было это видео. Мне самому было очень интересно и важно знать, как же различаются заточки. Стоит ли их доводить на вот этих супер алмазных пастах мелких? Ребята, вижу, что смысла нет абсолютно никакого. Даже если у вас есть обычный алмаз, проще заточить и шабрить обычным алмазом. Чтобы гладкость поверхности получалась, нужно шабрить просто под очень малым углом. Пластинку высовывать и шабрить вот так. Она тогда срезает все неровности. Правда, на некоторых чугунах так пластина очень быстро тупится по задней поверхности. При том, что нужно потом приличный слой снимать. Но при любой заточке задняя поверхность тупится, невзирая от заточки. Потому что она здесь вообще не затачивается. Она здесь вот зеркальная. Мы ее не трогаем. В общем-то на этом все. Всех благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.